всем привет мои драгоценные сегодня мы на кухне у моей подруги галины и она покажет нам как сделать простые но очень вкусные вареники с вишней так галина прошу тебя начинай вареники у нас будут делаться по моему рецепту личному я в общем в интернете нашла что есть вареники делают из ставят надо на кефир или на молоке или на это на воде газированная я вот решила не решила я делаю уже давно так беру вот стакан 250 граммовый беру одну часть третью часть молока третью часть кефира сюда же молоко и остальное доливаю газированной и получается стакан стакан выливаем емкость добавляем сюда пол ложечки чайной соли пол ложечки чайной сахара яичко и 4 ложки постного масла все комнатной температуры размешиваем так чтобы яичко разбилось на вот это вот жидкость которую я развела надо 4 стакана муки мука уже у меня просеянная приготовленная мы высыпаем почти что все почти что все то есть я вот знаю что на стакан жидкости надо 4 стакана муки и я знаю какое тесто получается что не ошибешься в том что будет тесто жидкое или густое тесто всегда получается нормально такое как надо на вареники на пельмени на пельмени прекрасное тесто пельмени не разваривается вареники не разваливаю маселочку дадим под видео да конечно так сейчас добавим сюда еще муки остальное оставим муку для того чтобы лепить вареники переходим на ручную обработку сеть вручную тесто на вареники ну тесто на вареники или на пельмени как вы знаете месяца долго ну примерно чтобы она была консистенция как пластилин такое получается тесто туренькое тесто должно быть туренькое это раз во вторых оно именно должно быть вымесено и хорошо что вот у нас такой есть конечно конечно вещь хорошая вечная мне кажется там такие вещи что вечная все высыпает и вот и будем месить очень долго ну не минута да сейчас немножко все немножко подсеем муки теперь тесто у нас можно сказать готово теперь мы можем сюда тесточка наша ножичек и режем полосочку для вареников потому что некоторые вареники лепят раскатывает скажи блин блин ну я блин не раскатываю я вот делаю вот такую колбаску колбаску если она не раскатывается то я ее чуть-чуть растягиваю и режу вот такие вот сюда вот так вот вот такие кусочки теста режем вареники с вишнями можно лепить большие мы будем лепить большие вот кстати у нас вишня естественно замороженная новой вишни еще нет ну мышь потому и решили вареники сделать что в вишне не пропадала вот теперь обмакиваем каждый кусочек каждый кусочек обмакиваем тесто хоть играйся тесто да что то тесто податливое не разлепляется ой теперь налепим тонкие не надо сильно катать чтобы они потом растягивались вареники вареничнице под вареники или как вареники конечно же мы будем как со сметанкой вареники будем со сметанкой или с медиком я люблю с медом и со сметаной все сразу два в одно можем даже три в одном можем еще варенье подбавить нет два в одном достаточно вот раскатаем сейчас все будем лепить вареники варятся быстро вишня хорошая сочно как только с дерева в этом году тоже вишня так рясно цветет ой вот такой урожай должен быть значит будем опять лепить и вина наделаем наливочки и вареники все пойдет у нас под так вот я ложу ложу по две вишенки ложу сюда вот такую ложечку маленькую сахарка и залепляем 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 и для того чтоб они еще не разварились мы их будем мережить ой это то мне нравится слово мережить ну я не знаю как еще мережить ой какая красота да сейчас мы вот сюда будем слаживать так вот сюда вот так и дальше берем опять варенышницу ложим ложечку сахара и опять вот вы знаете я признался не участвую в вашем этом деле потому что я не люблю вареники лепить мне это как то не подходит к моим рукам напрасно а вот есть я их очень даже уважаю а я вообще вареники часто леплю потому что мы выросли на варениках в деревне у нас каждый выходной обязательно должны быть были вареники с картошкой нет с картошкой у нас это было не в моде то есть а вот сюда можно три вишни положить у нас было вареники с творогом мы каждый выходной лепили а если лето было и когда наступали абрикосы начинались абрикосы и вишни каждый выходной вареники с вишнями заливались банкой сметаны домашней ну представляете что это такое это вообще было что-то это было что-то вкуснотень вкуснотень была необыкновенная уже конечно такого раздолья нету ну бывает но редко сейчас же все худеют сейчас предложи вареники сейчас какого это тесто а раньше только дай кто раньше смотрел худой вареники все ели а у нас бабушка делала с картошкой и с луком ты знаешь у нас не принято это было я и так же потом когда замуж вышла полюбила а это вообще у нас не принято было не принято было я не знаю даже почему у нас были коровы много коров было и у нас вот это вот с творогом в основном тоже с творогом кусок масла домашнего ложился потом тоже полбанки сметаны заливалось вареники плавали короче такое было что сейчас бы такое не ели нынешние девушки худеющие худеющие девушки что-то девушки бы сказали боже спасти вот такого этого вареники у нас готовы вот сколько у нас вареников получилось из этого теста вода кипит сейчас мы их будем бросать после того как они всплывут минут восемь вареники поварятся мы будем их остуживать и будем потом их урушать вареники уменьшаем на два раза вареники надо обязательно мешать обратной стороной ложки иначе они могут разорвать вареники ну вот после того как они всплывут минут восемь будет достаточно подождусь вкуснятинку эту ну вот уже часть вареников сварилась подожди еще нет по новой вот вареники наша часть сварилась они остыли на одной стороне мы теперь их перевернули на другую сторону и потом когда они остынут чуть-чуть их можно будет сложить в чашечку или там елкость какую-то и можно будет кушать сейчас варится еще одна часть потому что у нас много вареников получилось и они не поместились вареник ни один не разварился видишь ни один не разварился это говорит о том что тесто хорошее тесто видишь тесто и вот это вот это что мереживание мережка мережка она хорошо держит вареники можно уже ничего не ждать вот вот у нас получились такие вареники мы их сметанкой подаем если есть у кого домашняя сметанка свежевыгнанная из-под сепаратора то конечно еще лучше но у нас такой нету поэтому мы так вот сверху еще польем медом представляете какая это вкуснота вкуснота ой вот вам вот вам дорогие наши варенички с вишнями варенички с вишнями да рекомендуем вам такой рецепт ну что дорогие мои всего вам доброго вкусных вам обедов ужинов заходите на мой канал Пчелка ТВ всегда рада видеть вас и себя на канале пока пока мои дорогие приходите на варенички